Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня будем солить сало. Я взяла 2 килограмма, но количество, конечно же, вы можете брать абсолютно любое. У меня сегодня вот такое, без прослойки мяса. Я его хорошенько почистила и помыла. Теперь берем удобную емкость. В моем случае это вот такой судок из пищевого пластика. И выкладываем в него сало. Сало нужно выкладывать неплодно, чтобы оно дышало. Это очень важно, потому что потом может появиться неприятный запах. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Видите, между кусочками у меня достаточно места и все хорошенько просолится. Готовлю маринад. На свое количество сала я возьму 2 литра воды. Теперь сюда, в эту воду, добавляю 2 лавровых листа, 8 штук душистого перца и примерно штук 20 перца горошка. Теперь соль. Нужна обычная, каменная. И на каждый литр воды нужно 5 столовых ложек с такой вот хорошей горкой соли. У меня 2 литра, значит я добавляю 10. Перемешиваем это все хорошенько. Ставим на огонь, доводим до кипения. И после закипания на маленьком огне варим 1-2 минуты. У меня уже готово. Я свой маринад только что сняла с огня и теперь оставляю его полностью остыть. На это время сало нужно спрятать в холодильник. Обратите внимание, что после остывания рассол становится прозрачный и весь осадок от соли уходит на дно. И теперь полностью остывшим рассолом заливаем сало. Сверху, чтобы не всплывало, придавливаем любой подходящей тарелкой, досочкой, что у вас есть. У меня, например, вот такая крышка от Судочка. И сверху я кладу еще пол-литровую бутылку. Все. В таком виде я оставляю при комнатной температуре на ночь. Это примерно часов 10. А затем накрываю крышкой и ставлю в холодильник еще на 6 суток. Время прошло. Сало просолилось. Мы его уже попробовали. Теперь я вытаскиваю по кусочку и хорошо обмакиваю бумажным полотенцем. И теперь нам потребуются специи. Вы можете использовать те, которые любите, либо те, которые у вас есть. У меня сегодня сладкая молотая паприка и острый карри. Также можно использовать чеснок измельченный, но я его использую уже, когда подаю к столу. Теперь каждый кусочек я вот так вот беру и со всех сторон обмакиваю. Лишние специи, конечно же, струсите. Вот здесь вот, где шкурка, у меня будет без специй. Затем я беру обычную пищевую пленку и заворачиваю каждый кусочек отдельно. Всё. И вот таким вот образом нужно поступить со всем салом. Хранится такое сало в морозилке до полугода. А когда нужно, просто достаете кусочек и подаете к столу. Вот такое вкусное и полезное сало получилось. Я его часто готовлю и уверена, что вам тоже понравится. Так что обязательно готовьте, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди ещё очень много вкусного. Спасибо.